Только не сердись, только не бомби на меня, только не флагу и не страйкай канал А Юрий Дудь решил засунуть в один выпуск Оксимирона, Дурова и Путина? Что происходит? Страшно, вырубай, блять Пошел нахуй зритель, вот который не нравится, пошел нахуй Я не придал особого значения, у дома за углом возле шавермы я уже встречал похожих персонажей Они еще все время деньги просят, здесь тоже деньги просят, какое совпадение Подкасты эти бесконечные по 6 часов я значит как-то игнорировал Даже Рилсы, вы не поверите, Рилсы с новым героем интернета Абсолютный дегенерат Пролистывал уверенно, хотя уже тогда мои друзья один, второй и в самые внезапные моменты главное Маркарян, Арсен Причем я говорю про тех людей, которым вроде похрен на этих коучей, на блогеров, с которыми стоишь на гриле, мясо жаришь и тут Арсен, ты слышал, Маркарян Арсен дал интервью Но я по-прежнему держался до последнего Как будто недостаточно у нас больших серьезных тем, чтоб я смотрел, да кто это вообще такой? Возможно это какой-то блогер, либо он кальянщик Руководит бургерный какой-нибудь Я знаю, что он низкий, я знаю, что он бородатый Барбер Барбер, да Он может быть тату-мастером Ресторатор какой-то Воплощение самого божества на этой фотографии Вроде как он что-то высказывает негативное про женщин Какой-то мотиватор из телеграммы, я не помню, как его зовут Это Арсен Маркарян Его зовут Арсен Кто этот человек? Это же Арсен Маркарян Конечно, это же Арсен Да, у него есть правильные мысли За сколько купили подписку? Волтро тысяч Чем он вам нравится? Позиции своей Моя целевая аудитория в России, 20 миллионов человек минимум Но Маркарян как будто бы все время ко мне крался Ему это удобно делать, кстати Он подбирался с разных ракурсов Мои чертоги разума И может, этого товарища я игнорировал бы до сих пор Не слушал бы все эти рассказы про величие Про миллиарды долларов Это я сейчас знаю, как я стану миллиардером Ты думаешь, это весело? Но мне пришло письмо, которое перевернуло нахрен все Я на Ютубе 10 лет Такого я еще не видел никогда Зря ты мне его Арсен отправил Уважаемая команда Николая Соболева Представьте себе вихрь страсти, энергии, амбиции Которые приносят с собой имя, ставшее легендой Арсен Маркарян Отличное начало для коммуникации Подумал я Кто этот текст писал? Николай Соболев? А он не просто человек Это явление, способное перевернуть весь мир вверх дном Его успехи и амбиции поражают воображение Арсен, альфа-самец и доминатор Мотиватор, бизнесмен Чье имя вызывает трепет восхищения С участием Арсена Маркаряна Мое так называемое шоу Должно было найти новую жизнь Наполниться дискуссией Так вот откуда столько роликов и интервью Так это они меня зовут Я же никому не предлагаю На эксклюзиве, значит, мне было предложено Внимание Узнать побольше об Арсене Маркаряне Об этом грозном мужике Который стал легендой И создал, цитирую Империум знаний и опыта Я никому не иду на интервью Я никому не напрашиваю Ну что ж вы сразу не сказали Что это не очередной инфо-цыган, который любит поболтать Я амбассадор успешных мужчин Именно успешных Это шармянский Эрик Матьево Давидыч Я знаю Сто миллионов долларов у меня в кармане Я обожаю Эрика Давидыча А тут еще и Человек-паук Я шалил, когда понял, что я просто Живу жизнью Человека-паука Железный Человек-паук Сумасшедший брейнвошер Железный Человек и Человек-амфибия Абсолютно открыто говорю Я долларовый миллионер Как это получилось, что Аристотель с Арестовичем родились в теле Армянина? Как так вышло, что я так много могу? Вы спросите, наверное, да кто же это все-таки такой? Хуй с ним, я великий император Наполеон Пердаполеон Сейчас серьезно, Маркариан Арсен Это не просто человек, который за три месяца смог заебать весь интернет Я собрал бы олимпийский 50, причем полный Это создатель самого большого в мире В мире В мире В мире В мире Платного канала в Телеграм И каждый месяц 55 тысяч человек Ему заносят каждый по 15 долларов Вот, кстати, интересно получается, если начать перемножать А сколько же у тебя денег, блядь, я даже не представляю Вы также спросите, а почему такая честь? Отдельный ролик на канале Таких, как я, не будет даже близко Вы все еще не поняли, теперь все ролики про Маркариана Такого человека нету в России Я единственный человек в России, который может раздать смысл Зачем вам Соболев, если у нас мыслитель, филантроп Психолог, антрополог Политик, либертарианец Я самый продуктивный либертарианец России За 15 долларов, а говорят, что YouTube замедлили из-за того, что Маркарианы испугались наверху Если бы сейчас Роналдо ко мне подошел и сказал, сделай мне закрытый канал, я бы ему сделал Он может вообще все, он может заменить еду, он аниматор для твоих детей Я детский аниматор Продюсер для твоих животных Дальний бюджет, я обезьяну сделаю звездой Это анлифанщица Я онлифанщица Это твоя собственная мать Макарон наша мать Это твои родители, только нормальные Я даю человеку тепло и пользу, которое ему родители Роны не дали Арсен, это финальный босс компании Арифлейм Три высших образования по потребительской психологии Тренер Шевцова и Джарахова по личностному росту На меня можно смотреть, как на абсолютного героя И черный пояс по продаже пылесосов Carhead Выше меня только КГБ Я всегда шучу, что лучше меня людей понимают только КГБ Арсен, как оказалось при ближайшем рассмотрении, не просто обладатель Это создатель всех хороших качеств Благословленный, наглый, богатый, успешный, умный, добрый Как жить в мире, в котором есть вот этот объект Это квадратный круг, это скрипичный ключ Макарон сказал прыгнуть с крыши, я прыгнул Он олимпиец, он и есть олимпиада Ну вот так вот привыкайте, скоро по телевизору будете смотреть Я сказал, что я вхожу в 1% самых сильных людей мира Он это женщина в берете, которая прошла афганскую войну На всех минах, которые есть, я подорвался Арсен это единственное существо во всей вселенной, которое способно поделить на ноль во время секса Я никогда не расслабляюсь, я если занимаюсь сексом, я могу уравнение решать математически Атлант расправил плечи, знаете такую книгу? Это биография Арсена Я вот хотел бы, послезавтра, поздно у меня на первом канале взял бы интервью Нельзя брать интервью у людей, которых любишь Немного слов о биографии, она полна чудес и приключений, как любой греческий миф Арсен пошел гораздо раньше, чем другие люди Сразу на подкаст В три с половиной года я читал уже по слогам В тринадцать лет Арсен начал ходить не только по подкастам, он записался на борьбу Так получается, что Маркарян кидает русских с детства Это сделал меня уберменшин Арсен по версии Арсена входит в топ-10 промывателей мозгов за всю историю планет Я считаю себя топ-10 брейнвошеров в истории России Я честно в ахуе, как мой дешевый монитор Ленин, Мавроди, Троцкий Мне лопнула одна пыха, когда на нем последний месяц говорил Арсен И вот где-то топ-10 замыкаю я самых главных брейнвошеров Супергерой, который победил всех критиков, всех хейтеров И подошел к спасению цивилизации Вот мне по кайфу вложиться настолько, сколько хватит сил В сохранение белой западной цивилизации Какой ценой? Ценой всего Но главное, он победил себя Он победил свой нарциссизм Я себе поставил блокировку психологическую думать о себе много А между прочим, перед вами первый человек, который смог успешно уничтожить собственное эго Я считаю, что я единственный человек, который вылечился от нарциссического расстройства личности Ой, какая хорошая история Я могу рассказать, как я вылечил, но у большинства людей это никогда не вылечится Короче, это просто Зевс, это ебучий Танос, пацаны Вы аккуратнее там вступаете в базу Маркарян вполне способен уничтожить планы Путина по демографии в России Такая власть от мужским поколениям, она в самом зачатке Что я могу сделать так, что завтра ни одна женщина России, ни одного мужчину России не сможет найти У меня есть в руках рычаг, я могу его дернуть И все половые отношения в стране встанут Ладно, оставим шутки, пацаны, теперь серьезно У меня дрожали руки, когда я заливал этот обзор Я знаю, что критиковать Арсена можно только неудачно Да меня просто вырывают из контекста Я знаю, что Арсен считает, что ни у кого не получилось Ни одного опровержения по сути, ни одного контртезиса, ни одного опровержения тезиса по факту Тем более я знаю, что никто не может критиковать Арсена просто так, без грамоты регалий и писать, что его курсы так себе Чел пишет, ну так себе эфир Пиздец вы обезумели, вы не хотите в рай? Я тебя разъебу сейчас в клочья Критиковать Арсена могут только те, кому не больше 30 Кто заработал миллион и кто уже прошел тестостерон-релиз Эфир не может быть плохим Это его успешный курс, где был показан эталон преподавания Единственный сейчас вариант, что ты не хуесос последний по жизни Что тебе максимум 30 лет, в год ты зарабатываешь чистыми миллион долларов Вот тогда ты имеешь право сказать, что так себе эфир Простите, я чуть-чуть не дотянул, мне больше 30, но лучше кандидата для спасения российской демографии вы не найдете все равно Там демография обвалится так, что она еще 50 лет не будет восстанавливаться Ребята, мы уже рискуем, Арсен может засрать не только вашу ленту в инстаграме, а каждый уголок нашей галактики своими интервью Слушать будете стоя И классными советами, как надо с бабами общаться, с тупыми телками Женщина потенциально опасна, это просто объективный факт реальности Настало время доказать, что философия Арсена это концентрат шизофренического пиздеца Я четко осознал масштаб трагедии и в состоянии его остановить Была проведена огромная работа, я изучил и даже выписал в отдельный файл великие цитаты Маркаряна из его подкастов Знаешь, какой этот подкаст назовешь? Я не виноват, что я лучший И вот теперь по пирамиде Грэма и Хеопса я покажу, куда вас всех ведет вот этот наглый продавец ковров Я принимаю вызов, Маркарян Бросаю вызов всем, подавите меня, победите меня, уничтожьте меня Я вас уничтожу Наш мир надо спасать, поэтому на философские дебаты с Маркаряном от старой гвардии Ютьюба будет выставлен единственный Николай Соболев, ебаный гений Один из зачинателей видеоблогерской волны Пикапер, пранкер, шоумен, защитник обездоленных и слабых Мастер вертушек, блогер-миллионник и единственный в России человек, который смог избавиться от статуса иноагента Легенда интернета Сомкнуть щиты, не задавать лишних вопросов Ведь победить это гигантское, как жопа африканского слона, больное эго Маркаряна Люди не допускают, что человек может быть настолько разносторонний разум Способно только эго большего размера А я зазнался до того, как Гимли начал Ари Флеймом торговать А что мы делаем в инфобизнесе? Наебываем у русов на бабки Кто за тобой, Арсен? Тесака Мэдисон? Айн Рент? Рон Хаббард? Блиновская бизнес-молодость? Богатый папа, бедный папа Роберт Киосаки? Моргенштерн? У них работа, самообогащение За мной Россия Путин Православие За мной Бердяев Достоевский Григорий Палама Монастыри Золотые купола За мной кирпичная За мной Парк Горького Собянин, Жириновский и Андропов За мной история России За мной история Ютьюба Гурам Нормания и Триединая Святая Русь Мой менеджер Реинкарнация царя Коля Романов Паспорт прилагается К нему по всем вопросам по мероприятию Ты сам просил, а я тебя нигде не буду оскорблять Я слышал про твою отмазку Ну, у меня очень твердая позиция Я не разговариваю с людьми, которые меня оскорбляли Просто потому, что это странная позиция Вы спросите, зачем оно мне надо так рисковать здоровьем, психикой? Разговор заканчивается где-то через пять минут Потому что человек полностью уничтожен морально Все очень просто, если опустить весь юмор Маркарян антагонист Я не согласен с ним по всем вопросам Меня вся жизнь готовила, чтобы оппонировать таким, как Маркарян Я готов ее отдать, чтобы этим смыслом яростно сопротивляться Для меня это плохая идея в 17 лет получать образование Надо деньги зарабатывать Одной своей риторикой про смыслы на Ютьюбе он бросил вызов мне Надо раздавать смыслы, у них нету смыслов Он бросил вызов вам, кто сторонится равнодушия и не проходит мимо Всем алдам с 14-го года Покажите мне человека, который на русском языке провоцировал на размышления Покажем, мы покажем, дорогой Арсен Ну а пока, как говорил Задорнов Воздух выграть, наберите, наберите И побыстрее, пока весь воздух не украл и не перепродал Арсен Я продаю воздух Да, ты вчера сказал, что ты продаешь воздух Я продаю воздух Да Этот обзор разбит на несколько этапов Это лучшее лекарство, если вы услышите, что ваш товарищ, брат, сват упоминает нормисов Во всем виноваты нормисы, главный враг Вы знаете, какое видео им скинуть, а вас, Арсен Ашотович, я вызываю на дебаты официально Не будет никакой недооценки Люди недооценивают, что я исполняю в дебатах Воу, что же, я готов лететь куда угодно, но предлагаю остров Бали Хоть на следующей неделе Ты можешь интеллектуально уничтожить скромную легенду интернета Я не оставляю вообще шансов на поражение Вся игра идет либо на грандиозную победу, либо на аномально грандиозную победу Все новости вы можете исследовать в моем канале Телеграм по ссылке в описании Там, кстати, прямо сейчас проходит конкурс, там будет официальный вызов Рекомендую подписаться искренне, а мы начнем этот разбор уничтожения через мгновение За свои дела я, конечно, готов умереть 400 миллионов долларов Всю казну наноотропы, вот так вот надо Собственный фонд безопасности Я с охраны уже начинаю двигаться потихоньку Бесплатная академия для новичков любого уровня и продвинутых Огромное количество людей пришло бы даже тех, кто не в базе Но мы их не пустим сперва в базу, потом туда Безопасность и репутация На самом деле альтернативы две Как бы, либо а, либо а Чтобы начать пользоваться, можно даже не выходить из Телеграма То есть, представляете, какие вообще вещи творятся Это же, ну, вот этот дурдом просто Вы подумали, что я про базу Арсена Маркаряна? Кто последний перестал аплодировать, того Нет, я говорю про криптобиржу BitGet Это платформа, которая никогда не вводила ограничения для пользователей из РФ и СНГ Это платформа, где доступна P2P торговля с нулевыми комиссиями И где можно покупать и продавать криптовалюту за рубли BitGet занимает четвертое место по торговле деривативами Платформа, у которой есть Телеграм-бот, который можно запустить в пару кликов Платформа, которой можно начать пользоваться по ссылке в описании Смотрите, друзья, если вы перейдете по ссылке в описании И будете пользоваться этой замечательной биржей BitGet это, правда, большое имя, это большая компания Если вы зарегистрируетесь по ссылке и совершите всего лишь одну сделку У вас появится шанс выиграть одну тысячу долларов Регистрируйся и совершай любую сделку Участвуй в конкурсе Если один человек перейдет, то он гарантированно получит тысячу долларов Если два, шанс будет 50% Подумайте Может быть сейчас все подумали, что шансов нет Испытай свою удачу прямо сейчас Оцени интерфейс и начни пользоваться BitGet Потому что это просто, удобно и абсолютно безопасно Ссылка в описании Открой ее в отдельной вкладке, чтобы не забыть забрать свою тысячу долларов Сразу же после того, когда смотришь выпуск Про человека, который заработал 350 миллиардов За свои идеалы я, конечно, готов умереть Простите, я застрял немного в калькуляторе 84 миллиона 216 тысяч рублей Это среднемесячная пассивная зарплата Маркаряна на момент сейчас 56 тысяч человек на его платном канале в Телеграм Косу Неловко признавать, еще до выпуска Арсен нагрел меня на 10 тысяч Я заплатил за все подписки внутри базы Там есть каналы для грибов, для девушек, для сигм, самых крутых лохов Ой, простите, для альфа-самцов Подписывайтесь на базу, мужики Структура базы главного канала Маркаряна Очень глубока, витиевато И заточена, чтобы вы платили деньги Все упирается в деньги, кто бы подумать, бля Есть несколько страниц, смотрите Есть открытый профиль, абсолютно за бесплатно Вы можете смотреть там ровно нихуя Я не шучу, контент там состоит из ссылок на платный канал Арсена База Конечно, за бесплатно Арсен сейчас даже не пукает в кровати То есть человек вынужден меня смотреть платно Есть закрытая страница Это храм, собор, мечеть Эта страница в Телеграме приносит миллион долларов в месяц Перевод на арабский слово База, Аль-Каида Но что же получает человек с подпиской на гламурную Аль-Каиду за кровные 15 долларов? Мемасы, мемасы про Арсена Бесконечные приколы, самолюбование в квадрате Я сэкономлю вам 15 долларов Арсен всех победил, все предсказал, всех подписал, все продавал, жопу чесал, тестостерон поднял Это антисоевая терапия Там вы найдете также все анонсы про стримы, его великие подкасты Как будто можно не заметить интервью с Арсеном, блядь Тут же лежат научные статьи и материалы из архива, курсы, лекции из прошлого, о них мы будем говорить подробно Эти курсы заменяют обучение в Кембридже Конечно же, Арсен пытается продать своим подписчикам в канале все то, что продается и блестит Препараты для потенции, кленбутерол, грибы китайские для улучшения IQ Всего за двойной прайс вы сможете приобрести, вот, например, ежовик Эта добавка стимулирует расти нейроны в голове Но я предупреждаю всех, вы можете сажать полпачки Самым умным будет все равно Арсен А как еще? А потому что цены в магазине у Арсена это вообще пиздец Это пиздец Это пиздец Любой аналог, тот же самый гриб ежовик, удивительно Но продается в интернете дешевле в 2-3 раза без наценки за касание Арсена Кстати, я тебе очень рекомендую вот эту баночку приобрести Ну вот это наглость барыг, я прям в шоке Офицеры, вы реально гуглить не умеете? Причем его товары из Китая За эту цену оптом можно килограмма 2 ежовика купить Хотя грибы оттуда лучше не везти вообще Это такой себе товар, Арсен просто пиздит и притворяется Отношусь к своим подписчикам как к своим гражданам И я должен обеспечивать их всем самым хорошим О всех грибах, друзья, ввозимых из Китая заранее предупреждал Пол Стэмец на подкасте у Джо Рогана Профессор микологии, который держит самый популярный в мире магазин грибов И пожалуйста, не покупайте их из Китая Мы проанализировали грибы, привезенные из Китая И в них было 22 сотни соединений свинца Любой, кто был в Китае, я был в Китае несколько раз В курсе, что массовое загрязнение воздуха там чудовищное Ну как мы все прекрасно знаем, эти продавцы ковров капиталисты мать родную продадут за три сотни процентов прибыли Думайте! Но едем дальше, углубляясь в тайный бизнес секты Маркаряна Сейчас он запускает мерчи, продает, вы не поверите Свои же выступления в офлайне, можно купить запись Что я скажу Путину? Царствие небесное, он же не жив Вот, например, его дубайский слет адептов, где Маркарян хвалил себя и заряжал подписчиков Я петух, кто еще петух? Руку вверх, давайте, петухи на месте В тюрьму Арсену лучше, правда, не садиться Кукурику Любой подписчик, даже если денег не хватило полететь в Дубай и слушать Санцеликова со сцены Мог прикупить как эпохальное событие всего за пять тысяч рублей Вот эту запись, за эту цену вы получите пузатого Арсена эзотерические лозунги Мол, мы бессмертны, смерти нет Не переживайте ни о чем, вокруг одни NPC, смерти нет, мы вечные Короче, вы получите сектанство в чистом виде, но в конце вас неожиданно ждет выступление Газманова Купив за пять тысяч рублей трехчасовую болтовню Арсена всего через полмесяца Вы бы увидели все то же самое бесплатно Арсен просто выложил эту запись, свободный доступ через две недели Иморжинируйте лицо людей, которые платили по пять тысяч Офицеры, офицеры Вас наебал Арсен Маркарян Охуительно, работаем, братья И вот вопрос, если 15 долларов на ежемесячной основе нужно заплатить за старые статьи Арсена Маркаряна И за мемасы про него, откуда столько зрителей? Как попадаются и как вербуются все эти офицеры-петухи? Офицеры есть тут? Почему вы подписались? Мне стало интересно узнать, почему я такое ничтожество Ты подписан на базу? Да, четвертый месяц А купились вложенные деньги? Ну да, конечно Ощущение жизни стало лучше, да? То есть я счастливее как-то стал Какая-то картинка мира изменилась Вот каждый раз, когда мы видим эту цифру Число подписчиков, которое растет по экспоненте и удивляет всех Мы точно знаем, там есть что-то злободневное При этом супер, максимально простое и понятное для всех У нашей феи СИЗО это послание вселенной Это потребительский запрос Мол, обратись и будет заебись Чудеса, которые головой вообще не объяснить Все случайности закономерны Ты погружаешься вот в этот дивный мир вселенной И ловишь сразу моментальный психологический эффект Вся земля, да, откликается луне глубокой ночью Короче, люди слушали Блиновскую и верили, что за тобой следят Что где-то там в космических просторах тебя ведут Тебе дают энергию, чтобы ты купил Land Cruiser Prada BMW X3 На самом деле нужно просить очень конкретно Новый Mercedes, автомат белого цвета 2020 года Все эти аффирмации так ласково массируют тебя и ты такой Все будет просто заебись Ну, либо я присяду за попытку убежать на Майбахе через границу Белоруссии Адепты секты Елены Блиновской, которая решила спиздить миллиард Настолько психологически привыкли к этим аффирмациям Что даже грубая Елена, которая с похмелья вышла в интервью Собчак Не отвернула и не испугала никого Это зависимость от лидера сравнима с наркотической Он подсаживается на эту иглу, на резке или подкастах Хочет дозы, а дозы нету в бесплатном виде Во многих сектах, я еще об этом расскажу Наставник, лидер может издеваться, может избивать своих сторонников Но те не отвернутся, даже когда буквально все, друзья, соседи и родители им скажут Дебил, она сидит в СИЗО, какая, блядь, вселенная, иди работай Вошла в ресурсы, да я из него и не выходила вроде Но в чем секрет Арсена Маркаряна, за что всех зацепил Арсен? Доминацию свою демонстрирую Его учение, оно очень объемное на самом деле То есть там очень комплексно все по всем вопросам Если прям выникать, думать То есть я уже больше года там состою В то же время я понимаю, что мне надо еще и еще изучать Во-первых, это, ну, конечно, чистая харизма продавца ковров Трехкратно чемпион мира по аналогиям Не надо это опускать Смотреть Арсена, это как смотреть ТикТок Я в подростковом возрасте очень любил листать разные сайты вроде Пикабул Это оно, в любого зрителя, который смотрит интервью Арсена Маркаряна Сразу летит подборка фактов и шокирует воображение Заценил, насколько смешливая? А фактология Арсена, правда, уникальна Фактология у меня уникальная, потому что в отличие от доморощенных Я читаю американский интернет Ну, например, вы можете узнать, что все сотрудники СФБК Это агенты ФСБ Кроме Навального, каждый человек СФБК Это ФСБшный агент У Путина, Владимира, есть двойники Арсен сам проверял То есть я являюсь поступательным защитником того, что у Пыпа есть двойники Развал Советского Союза Вина не Горбачева, а Раисы Горбачевой Советский Союз развалил Раиса Горбачева А Гитлер, кстати, не сгорел и убежал в Америку Вы представляете? Вот Гитлер самоубился А кто это видел? О, боже мой, Арсен, как много знает этот человек Взяли какой-то сожженный череп, сказали Блин, это Гитлер Арсен ссылается на несколько статей Мол, кто-то там проверил череп Гитлера Установив, что это череп женщины Сейчас проводились исследования Черепа, который остался от Гитлера Сгоревший, это оказался череп женщины Это абсолютно открытая информация Конечно, это фейк Который вброшен неким ником Бел Антони Который якобы исследовал фрагменты черепа Адольфа Гитлера И сделал это в государственном архиве Проблема в том, что человек по имени Ник Бел Антони В архиве не был никогда И более того, никто и никогда не утверждал Что там хранится череп фюрера Какой же это факт? Ну это абсолютно открытая информация Это хуйня ебаная, простите Такая же, как утверждение Что до того, как начинается война Растет количество младенцев-мальчиков Ты знаешь, что когда начинаются мировые войны За некоторое время до этого Чаще рождаются мальчики Это абсолютный факт Мол, нас фера чувствует И выдает больше мужчин Как только приближается война Так можно смотреть Идет ли к мировой войне или не идет Да, есть такая народная примета Но даже тут Арсен все перепутал Рождение мальчиков, по некоторым данным Ускорено после войны Не до, но есть нюанс По данным государственной статистики Всегда рождается больше парней На сотню девочек приходится 105 детей мужского пола Это нормальное соотношение Абсолютный исторический факт Арсен, это, конечно, очень интересно Но где пруфы этих утверждений? Пруфов не будет Но вот такое вот ощущение есть Вот эта фраза Это, безусловно, кредо Маркаряна Но главной фишкой Его учения о бабах и о мужиках Является ресентимент На нем, по сути, и продвинута вся база Ух, эти бабы, дуры, мужики Все из-за них Если убрать женщин У меня в жизни проблем бы не было Тебя бы не было, Арсен Но, да, по философии Арсена Любая женщина Это предатель по профессии Моя проблема с женщинами заключается в том Что я не люблю предателей А женщина это профессиональный предатель Это игрушка дьявола Суккуб Женщина является Биологическим оружием По созданию обмана У женщин нет позиции Нет мнения Они, как рыбки, плавают В отличие от мужчин У женщин Не существует собственного мнения И есть отвратительная привычка у белой женщины Это не думать своей головой И советоваться с другими Хотя вот тут я даже сделал комплимент Любая западная баба По Арсену Это не рыба Это паразит Это опасный паразит Женщина потенциально опасна Это просто Это объективный факт реальности Баба не может зарабатывать сама Только сосать Сосать твои ресурсы Они не могут обеспечить себе сами Тот уровень жизни, о котором мечтают Будь аккуратен, офицер, на улице Как видишь бабу Сразу в сторону Женщины не могут быть серьезными Физически Женщины и вправду несчастны Это объективный факт Им нельзя к истине Поэтому любая ветреная баба Им нельзя к истине Понимаешь? Хочет проникнуть в твой уютный мир Наивный мужичок И высосать все соки Женщина обычная, которую ты встретишь на улице Статистически 9 из 10 Это диверсант Паразит Предатель И вот как будто бы с одной стороны Я убежден, что кто бы это не послушал Скажет Вот Это же безумие Чувствуешь? Я не уверен был, что это надо как-то комментировать Я не уверен был, но есть нюанс Я не заметил, чтобы хоть один подкастер Из десятков тысяч Как-то возразил Арсену и спросил Ты е*** ты, Арсен Партнеры и отношения Я считаю, это сатанинские слова Итак, первое утверждение Все женщины — это предатели Ой, ну это такая позиция Очень раненого человека, мне кажется Все женщины — это предатели Стоит начать с того, что любое высказывание, которое начинается со слова «все» Это, наверное, немного нелогично Я думаю, что в средней популяции все будут примерно одинаково склонны к предателю Стоит женщина и мужчина Все женщины — это предатели Все правильно, туда их и надо гнать Ну а если серьезно? А если серьезно? Хуйню пиздит какую-то Скажите мне, это насколько надо быть обиженным, чтобы под это одобрительно кивать? Баба на корабле к беде Что это, блядь? Это факт Что это, блядь, такое появилось? Это какой-то курс для молодого петуха? Послушай женщину и сделай наоборот, не ошибешься Вы что, так сильно вдохновились этими цитатами из пабликов ВК? Хочешь узнать, с кем ты будешь жить? Посмотри на ее мать Один вопрос, друзья, ко всем вот этим комментаторам Как ты относишься к тому, что женщины — это биологическое оружие по созданию обмана? Ну, в принципе, правда Вот, то есть они просто очень трусливые А ваши матери тоже такие? Это паразиты, диверсанты и предатели? Мнение рыбы о деятельности рыбаков не интересует Но как мы помним, все учение Арсена построено, конечно же, на доказательствах, на фактах И вот один железный пруф, который он везде приводит Как доказательство того, что женщина — причина всех разводов Ну почему тогда у нас так много разводов? Во всем виноваты женщины Арсен очень любит приводить статистику лесбийских пар Мол, даже женщины не могут быть друг с другом Самая нестабильная любовная пара — это женщина плюс женщина Самое большое количество абьюза психического и физического — это женщина плюс женщина Доказано! Другое дело мужики, которые встречаются, да, пацаны? Думайте! Вы знаете, я очень долго слушал философию Арсена Но до сих пор не понял, где вот рот-тейк, что настоящий независимый мужчина найдет себе такого же крутого пацана Я делаю, что захочу Если я захочу мужчину, то без проблем Кароса, я начал понимать весь скрытый смысл ваших кричалок, пацаны Настоящий мужчина — это не тот, которому женщина нравится, а тот, который, если захочет, трапика, то он и трапика Ну это круто! Кукурику! Ладно, шутки в сторону Короче говоря, Арсен — это классический эксплуататор ваших внутренних обид И это абсолютный факт! И философия Арсена — это философия ребенка, который везде ходит и кричит «Меня хочу, чтобы все слушались!» Главный-то я, а не она! «Меня должны все слушаться!» Я главный! То есть, если она тебе скажет, дорогой, ты купил не то молоко, сразу до свидания! Конечно! А если ты ей говоришь, что тебе нужно жопу накачать? Если директор Макдональдса заходит в рандомный Макдональдс и отчитывает менеджера, это нормально? А менеджер что, не может гендиры отчитать? Я прошу задуматься, друзья, ведь Маркариан — буквально лучший повод усомниться в том, что человек с высоким уровнем тестостерона на самом деле управляет своей психикой, ведь этот Альфа В моем случае просто дыхание — это флекс! Этот сигма-уберменш на целые десятилетия разнылся из-за расставания в 16 лет В 16 лет со мной произошел трагический романтический опыт, после которого я абсолютный дед инсайт У меня вся моя душа осталась там, когда мне было 16 лет Эволюция героя интернета проста и полностью понятна Сначала после этих подростковых расставаний, которых было несколько Потом произошел еще более травматический опыт, и это, знаешь, просто расстреляли труп Арсен, как многие, начал участвовать в публичной истерии Ох, бабы, суки, блядь! Все истерики, которые вам когда-либо в жизни закатывала тёлка, киношные Потому что мозгов как у курицы Потом он начал эту истерию всячески поддерживать Ставь плюс, кто хавал дерьмо от тёлок Ну а потом, когда Арсен увидел ваш фидбэк Они не чувствуют эмоциональной боли Увидел, сколько же таких же брошенных, обиженных, наивных мужичков Делай только то, что нужно тебе и что ты хочешь Он начал строить всю карьеру вокруг таких же ресентиментарных пацанов Которых, правда, сотни, может быть, десятки миллионов россиян Я говорю, от лица сотен тысяч, возможно, миллионов россиян Большинство разводов из-за женщин Ну, это верно Большинство разводов из-за женщин Ну, в принципе, так и есть Большинство разводов из-за женщин Да, это так Своим опытом могу сказать, что нет Но, опять же, мой опыт такого не подтверждает Я правильно понимаю, у него всё, типа, обобщения, да, идут какие-то? Большинство, все По статистике, любую статистику, зайдите в интернете Большинство разводов из-за женщин Женщины – это биологическое оружие по созданию обмана Я считаю, да. Есть такое? Да, я согласен. Даже не знаю, что сказать. Это самая простая позиция для мужчины, наверное, но я бы с этим работал, наверное, вот так. Механика очень проста. Если Блиновская цепляет женщин путем простых удобных аффирмаций про вселенную, запросы, то Маркарян цепляет мужиков за мысль, что дело только в бабе. И сразу наступает это вожделенное освобождение. Это не я такой. Это хороших женщин нет. Мари Кюри, Складовская. Подписчики угорают, что я не могу других примеров привести. Только жена Генри Форда, только жена Макгрега. Я других не знаю хороших жен. Ну, назовите, я скажу, но я не знаю лично. Мне интересно, правда, неужели десятки тысяч мужиков не понимают, вот за что их зацепили? В тебе проблемы никакой мужик, но может быть тестостерон, который можно бадами поднять. Женщин нету, физически нету. Если расстался, нет, не надо находиться в поиске причин. Ведь даже Илон Маск, Джонни Депп, Уилл Смит нашли не тех и не смогли построить отношения. Что о тебе-то говорить? Многие говорят, это вот тебе не повезло, тебе не те попадались, мне говорят. А Илону Маску те попадались, а Джонни Деппу те попадались, а Уиллу Смиту те попадались. Почему самым богатым, самым проявленным, самым адекватным одна и та же вкуса? Адекватный, он говорит. Ну да, какая может быть проблема в браке у актера-наркомана, у чувака, который контролирует эмоции вот так, и чокнутого бизнесмена, который спал с чужой женой и называет сына ХАЕА1-2. Конечно, никакой, ведь вся причина только в тёлках. Марк Аврелия знаешь, великий человек, его жена и кхл с гладиатором. Ну всё, вы поняли, раз Марк Аврелий в Древнем Риме, где ебались все со всеми и убивали собственных детей, не смог построить отношения, вы можете не пробовать. Вы ищете женщину, спутника жизни, которая вам будет подавать патроны, а встретите вы человека, который заранее знает, что вы не последний в её жизни. Арсен как будто программирует всех этих пацанов специально, и суть-то в том, что тот, кто в это искренне поверит... Дольше объяснять не буду. Точно не встретят никого и никогда. Арсен как будто этого специально добивается. Мол, у меня не получилось, у такого волосатого самца. Банан дать тебе? Ну так не доставайтесь никому, тупые тёлки. Я говорю от лица реализованных богатых в ВВР, что нам нету нормальных женщин. Я не могу найти. Все мои друзья доллары и миллилеры не могут найти стандартную, классическую. Нихт отсутствует. Не знаю, в чём ваша проблема, мужики. Предположу, что слишком много дрочите друг к другу, пока в отеле ждёте девочек-эскортниц. Хотя... Кукурику. Может, не ждёте, просто дрочите друг к другу? Если я сейчас захочу выйти и поставить раком нашего оператора, режиссёра, рахнуть его, я это сделаю. Не сдерживай себя, мужик. Назрел вопрос к подкастерам. Он вам подсыпал что-то там? Ну почему вам никогда на это нечего ответить? Нихт отсутствует. В смысле женщин нету? В смысле не найти? Нету. Сэра. Друзья, ну это же какое-то безумие. У меня лично есть примеры крепких, замечательных, успешных, современных отношений. Очень-очень много. Где баба не ебёт мозги. И где мужик не чувствует себя подавлено. Где баба не предатель и не паразит. Работает надёжная. И никаких проблем вообще. Везде, где бомба коммунизма упала, там женщины кончились. Где живёшь вообще, Арсен? Кто это слушает? Мои все отношения такие. До популярности и после популярности меня никто не предавал. Но я согласен. В жизни разное бывает. И в 18 лет со мною тоже расставались. И было неприятно. Но это ведь не повод наряжаться в шлюх броню. Зачем ты держишься за эту женщину? И становиться психопатом. Она же за тебя не держится. И 10 лет потом орать? Да как же так? Ведь я такой хороший. Любовь где? Любовь везде. Но чтобы обрести любовь, она должна быть и в тебе. Но ты, как истинный нарцисс, не можешь полюбить несовершенство и все твои друзья. Миллиардеры. Миллионеры. Олигархи. Способны в большинстве своём испытывать любовь только к себе. Они замкнули мир на собственной персоне. Я знаю этих бизнесменов. А также, вероятно, они слушали твои советы. Во-первых, никогда не жениться, никогда не расписываться. Основной посыл, который я даю своей аудитории. Иван, запахни душу. Надо понять, что эти люди не партнёра ищут, не жену, а мебель. Моей жизни не должно измениться ничего ни на грамм. Вы не найдёте пару, господа, ведь вы считаете, что вы уже самодостаточны. А женщина, как приложение. Немного Spotify, немного умный дом. Всё-таки мир двигаем мы, мир строим мы, конкурируем друг с другом мы. Всё-таки, наверное, мы лучше разбираемся, кто из нас более мужицкий мужчина. Окей, окей, то, что Арсен прекрасно разбирается в мужчинах, уже все поняли. Если бы я был женщиной, блядь, вы бы меня не нашли нигде, кроме как на члене у кого-нибудь, понимаете? Меня тревожит следующее наблюдение. Из всех, кто разговаривал с Арсеном Маркаряном за всю историю Ютьюба, два человека робко уточнили. Но ты же не про всех, наверное, Арсен. Не могу согласиться с обобщением. Но ты же правда не считаешь, что все они предатели и паразиты? Важный момент. Ты когда говоришь «женщина, женщина», ты же не имеешь в виду 100% женщин. Я имею в виду белых, вастронизированных женщин. И в это было сложно, в это было очень сложно верить. Короче, он про всех. Можно подумать поначалу, что Арсен утрирует. Ну почему я утрирую? Я факты говорю. И эти факты про славянок, женщин с запада, это удивительно тупое обобщение. Любая женщина такая, любая женщина, как газ, она занимает абсолютно все пространство, которое может занять. Кроме того, и это удивительно, все женщины, как думает Арсен, не просто глупые, а генетически тупее, чем мужчины. Это не просто разница в интеллекте. Эти различия, они везде. В талантах к музыке. Назови мне великого женщину-композитора. Бабы не могут разработать игры, например. В чем проблема женщин, как сценаристов? Бабы сосут, сосут во всех профессиях. Лучшие специалисты все равно мужчин. И даже в Инстаграме, в женской соцсети, мужчины лучше все равно. Даже в женской соцсети Инстаграм за рекламу платят больше блогера мужчинам. Ну это шах и мат, друзья, не знаю, что сказать. Я просто говорю факты, вот и все. Кстати, про мат. Вот три важнейших слова от Арсена Маркаряна, который ставит в тупик любую феминистку. Три самых страшных слова для любой феминистки. Шахматы, бильярд, киберспорт. Ну охренеть! Мол, если в этих видах состязаний, в бильярде, в шахматах и в киберспорте женщины не преуспели, то значит интеллектуально они слабее мужиков. Ну ты же не будешь спорить, что у разных рас разный средний IQ. Арсена Шотович. Какая ж это гребанная чушь про уровень IQ. Одно могу сказать, друзья, вот тот человек, который чаще всех ссылается на уровень IQ, по наблюдениям не обладает никаким высоким интеллектом. Иначе бы он понимал, что тест не отражает нахрен ничего, кроме способности решать задачу в этом тесте. Люди с высоким уровнем IQ не управляют миром, а в человеке может быть отлично развито абстрактное мышление. Как у Арсена Маркаряна, это эталон. Американская система работает. Но если плохо развита вербальная, то человек получит средний результат. Так как оценивать? Конечно, тест IQ не отражает гениальность и не замеряет ум. Хотя я очень сомневаюсь, что Арсен нам скажет, что такое ум. Думаю. Помимо этого, имможинируйте его лицо, когда он спустя годы болтовни про этот IQ-тест узнает, что один из самых видных рекордсменов это Мерлин Воссаванд. Думайте. Да, это женщина, которая занесена в книгу рекордов Гиннесса, которая 4 года признавалась самой умной. Впрочем, несмотря на то, что Мерлин ведет журнальную колонку, пишет книги, пьесы и рассказы. Ну, то есть делает в 3 раза больше, чем Арсен? Лицо моё имможинировали, когда я это осознал? Вы вряд ли что-то о ней слышали. Последний рекордсмен, кореец Ким Ун Йон, тоже по-прежнему не президент, не бизнесмен и не отметился ничем. Твой аргумент про уровень IQ, про разный уровень у женщин, у мужчин, у разных рас? Ну, ты же не будешь спорить, что у разных рас разный средний IQ? Это вообще за гранью адекватности. Ну, это как считать, что шахматы определяют интеллект? А почему Гарри Каспаров-то тогда такой тупой? Или бильярд-то? Киберспорт вообще при чём? Зачем ты это говоришь вообще? Я говорю про статистическое распределение нормали. Объебанный в хлам героической дозой грибов мужчина держит нить диалога лучше, чем трезвая женщина. Но это смотря какая женщина. Я понял, кажется, Арсен амоджинирует всех женщин как-то так. Я люблю, чтобы работник был как хороший работник. Чтоб любил свою работу. И тогда мне очень нравятся такие работники. Короче, уважаемый Арсен, ты зря не доучился в школе, в институте. Я перестал ходить в школу, когда осознал, что осталось ещё пять лет. Возможно, ты бы тогда смог как-то отфильтровать всю эту бредятину и встретил бы нормальную девчонку, которая тебя, самарского любителя качалки, сука, синоним деградации, подтянула бы по всем предметам. Хотя даже без этого ты можешь где угодно прочитать, что девушки существенно на протяжении последних лет стабильно обгоняют мальчиков по физике и информатике. Сто лет назад стереотип о том, что девочки не склонны к математике, казался очевидностью, как то, что марокарян инфо-цыган. Но сквозь года эмансипации тенденция обратная, и девочки, как пишет Гардин, прилично обгоняют мальчиков и в этой дисциплине. Это происходит в Англии, в США, во всех развитых странах. Учёные из Нидерландов и Испании, даже не британские, смогли установить, что в длительных работах девочки способны сохранять результативность лучше мальчиков, согласно данным, за четыре года. Девочки тратили меньше времени на каждое из заданий теста и совершали меньше промежуточных шагов во время их решения. О чём ты говоришь, Арсен? Какие дозы? Что ты там сожрал? Четыре дня подряд убивал по 10-12 грамм. Как вы думаете, женщины тупее мужчин интеллектуально? Я бы сказал так, что мужчины умнее. Определённо, да. То есть мы, как мужчины, можем обмениваться информацией. Там же идёт обмен состоянием. То есть просто это чуть ли не другой вид. Дороги построили мужчины, дома мужчины, шахты копают мужчины, добывают мужчины. Так получается, что в этом плане нам повезло больше. И женщинам это нужно как-то воспринять адекватно. А мама ваша? Ну, она глупее папы, конечно. Главное, чтобы она не увидела это. Женщины тупее мужчин интеллектуально. Нет, я думаю, что люди сейчас в целом, ну, почти в своём, очень много довольно тупых. Я даже не знаю, честно, что сказать. На такой тейк, на это панч вообще жёсткий. Мужчины просто раньше начали в этом развиваться, и поэтому сейчас они достигли, скажем так, пика в этом плане. А девушки всё ещё к этому идут. То есть к тому, чтобы работать и как-то развиваться. Теперь мы обратимся к утверждению у разных рас разный IQ. Ну, ты же не будешь спорить, что у разных рас разный средний IQ. Что Ашкеназов самый высокий. Вот этот миф про отставание у разных рас вот в этом уровне IQ тоже возник где-то в начале прошлого столетия. Когда рабам, которых завозили с континента в США, на кораблях давали тест, который проходили американские солдаты. Проблема в том, что все эти рабы, все эти тесты никогда не проходили никакие. Замерить настоящий интеллект никто не смог, ведь это невозможно. Невозможно исключить как фактор стадиального развития, так и ответить, что такое ум. Похуй. Конечно, все представленные размышления, особенно про баб, Арсена вряд ли впечатлят. Он искренне считает, что девушка должна прикидываться тумбочкой. Никогда меня не напрягать. Молчать, красиво выглядеть и быть в хорошем настроении. Быть всегда красивой и в хорошем настроении. Ему не нужен уровень IQ. Ему нужна секс-кукла с нулевым IQ. Самое ценное качество в женщине. Ну, давай. Чтобы она дурочкой была. И да, все западные девушки по Маркаряну вообще испорчены эмансипацией. 8 марта проститутки устроили шествие. Да, были бабы в наше время, повитухи, традиционное образование. Всю историю человечества были бабки, повитухи, тетки. А что сейчас баба воспитана журналом Космополитен? Потому что ролевая модель современной женщины это принцесса Дисней. Это любимый аргумент. Как сетует Арсена, все девушки, все женщины воспитаны как личность. Современные девочки выросли на Барби, на принцессах Дисней, а потом все сверху шлифанули сексом в большом городе. Мне очень импонирует этот аргумент, мол, девушки воспитаны своими мамами не так, как человек, который в этом мире может полагаться только на себя, уметь быть независимым. А в этом суть его претензии. То есть каждая постсоветская девушка, женщина, которая с тобой начинает совместную жизнь, она практически каждый день думает о том, план Б, а если сейчас он меня бросит, а если это, а настоящие достижения только когда плана Б нет. Без шансов, все, г-г, мы до конца, мы до гробовой. Один вопрос, чему ты удивляешься, Арсен, и почему та девушка должна отбросить планы Б и В, когда сейчас огромное количество парней воспитаны как ты? А что ему завтра в голову взбредет? Как человек, который не несет ответственность, не контролирует свое желание ебаться. Турнирные не могут не спать с другими женщинами. Ну интересно получается, как только речь заходит про парней, тут личная ответственность снимается. Как может человек дать обещание на тему того, как он себя будет чувствовать в будущем? Хватит пиздеть про Дисней и про поветух Арсен. Давай поговорим о кем воспитаны мужчины в 21 веке. Вот кто про образ пацанов? Мелл Строй, Конор Макгрегор, Моргенштерн? Какие в жопу поветухи все эти фильмы, сериалы, это ответ, это реакция на ту эпоху, когда вокруг такие же пустые болтуны, как ты. Чья главная задача это поднять бабла. А я щас дам просу лайфхак, как зарабатывать деньги. Потрахать больше баб и жестко упороться чем-нибудь. Я въебу 15 грамм самых злых, которые только есть в Ямайских. Пиздец, вот вы надежные партнеры. Я делаю, что захочу. Ну точно никакого плана Б. Настоящие достижения, только когда плана Б нету. Вы знаете, в чем парадокс? Что сам Арсен, его друзья-миллионеры очень хотят, чтобы девушки вернулись те, нормальные, средневековые. Хотя вот сам Арсен и мужики такие же, как он, ведут себя совсем не так, как рыцари, защитники 15 века. Их мужество, их воинские качества, они вообще где проявляются? Мужчина в первую очередь воин. Какой ты воин, Арсен? Воин на татаме, в телеграмме? Кто ты по меркам тех мужчин? Разве не трус, который убежал, зашкерился от всех конфликтов? Берешь вот все конфликты, которые основные есть, и вот чисто циркулем, короче, смотришь, где наибольшее расстояние, равное между ними, там и жить. Ты думаешь, те мужики за всю историю тебе бы в глаза подходит, посмотрели бы после вот этих слов, когда ты сам уехал и призывал других ребят бросать оружие и оставлять свой дом? Я сказал еще раз своим подписчикам, говорю, кто военный? Еще раз, уваляйтесь, уходите. Если вы числитесь с той или иной стороны в вооруженных силах, си**ывайте оттуда. Мне писали, люди скидывали репорты. Это мужское поведение? Писать военным и своим подписчикам, чтобы они бросали родину? Куча их коллег полегло, куча их там знакомых родственников полегло, они уже за полгода уехали. Внимание, он говорит не только про Россию. То же самое Арсен писал своим подписчикам из Украины и призывал бросать своих друзей, своих коллег. И с другой стороны, мне российский солдат пишет, говорит, он же там не отряд, а больше, я не знаю. Короче, где-то 100 человек вот так, он говорит, все мертвые вообще, все легли. Говорит, я уволился буквально там месяц-полтора назад, по твоим словам, говорит, я тебе памятник поставлю. Ну то есть родственники у людей погибли, и они отказались их защищать по твоему совету. И ты этим гордишься? Арсен, 100 лет назад те мужики тебя бы за такое отхуярили на площади ногами толпой. Всю историю человечества это было нормально. И, конечно же, не только для традиционной женщины прямо сейчас. С точки зрения обычной российской женщины я считаю слухом. На протяжении всей истории ты был бы назван трусом, Маркарян. На протяжении всей истории мужчина изначился не тот, кто держит шлен в руках. Мужчина это не повышенный тестостерон. Я отвечаю, потому что мужчина это исключительно биохимическое понятие. В твоем определении Андрей Петров это мужик, член есть, стоит. Открыться очень важно. Мужчина исторически лишь тот, кто может брать ответственность, кто может защитить, кто может пожертвовать собой, не прятаться за бабу и не выталкивать ее из шлюпки на Титаник. Я их хочу освободить от истории, которая их ебут, притворяясь, что они поступают красиво и аккуратно. Я говорю, придурок, почему ты должен на Титанике отдавать свое место в шлюпке незнакомой бабе, которая тебя забудет? Это пиздец, он правда это говорит, он правда это произнес. Вы представляете, какой прекрасный нарратив? Ответственный, умный, добрый, еще что-то. Это замечательные социальные качества, которые вообще никакого отношения не имеют к понятию мужчина. Да что ты говоришь? Проблема в том, что Маркарян уверен, что все наше человеческое поведение имеет лишь животное начало. Мы животные. Человек это в первую очередь животное. А все наши поступки оправданы биологически. Попробуй назвать мне хоть одно действие в рамках социума, которое не продиктовано стремлением к повышению своей ресурсоемкости, сексуальной успешности и доминантности. Хоть одно назови, не сможешь. Я что могу сказать, как человек, который много роликов на эту тему снял? Это вульгарный взгляд на мир. Никак в рамках животного Арсен не сможет объяснить огромное количество феноменов. Он предлагает перечислить. Хоть одно назови, не сможешь. Легко. Это молитва за других и откровение. Самоукетство. Это бескорыстный подвиг, когда рискуя жизнью человек, пытается спасти другого человека, не думая о том, чтобы войти в историю. Хоть одно назови, не сможешь. Бездеятельное созерцание заката. Любой акт нашего самосознания, любое творчество, когда ты не преследуешь задачу продать картину подороже, даже не показываешь их. В чем разумное объяснение такого поведения? Ни в чем. Любой подобный акт никак не объясним с вульгарной точки зрения Арсена Маркаряна. Как так вышло? Так вышло, что ты не рассматривал вопрос и слишком много чешешь языком. Об этом дискурсе был снят гигантский ролик на моем канале. Арсен, ты можешь подготовиться к дебатам. А мы касаемся другой прекрасной темы. Это философия Арсена Маркаряна про мужчин и человеческое поведение. А мужик, ты понимаешь, кто такой мужик? Как мы уже усвоили, учение Арсена Маркаряна заточено на разлепление понятий. Все мое учение базируется на разлеплении понятий. Ну что ж, давайте вместе разлеплять понятия. Арсен дает свою классификацию мужчин. Это турнирные самцы. Семейные мужчины. И третьи, идущие к реке. Семейные, это, конечно, нормисы. Идущие к реке философы, которые способны разделять свой мир с такой же девушкой. Он турнирный, если что. Есть и постоянно присутствует некий процент турнирных мужчин. Я как бы амбассадор этих турнирных мужчин. Зачем столько денег? Потому что я турнирный мужчина. Турнирные мужчины это рабы своего члена. Они не могут контролировать свою похоть. Не могут не спать с другими женщинами. Не могут, говорит Арсен, этот философ с большой буквы. И это очень интересно. Ведь Маркарян в другом подкасте заявлял, что для того, чтобы называть себя мужчиной, мужчина должен контролировать желание. Мужчина, который себя не контролирует, это не мужчина. В другом подкасте он сказал это очень интересно, что у него нет принципов. И он не контролирует свои желания. У меня нет принципов, которыми я руководствуюсь. Я руководствуюсь только желанием. Но что сказать? Легким движением руки мы можем доказать, что Маркарян не обладает качеством мужчины, которое он сам назвал. Ничего общего. Арсен, ну раз мужчина это человек, который контролирует себя, а принципы это и есть контроль, то получается, что ты не можешь назвать себя мужчиной? Мужчина, который себя не контролирует, это не мужчина. A few moments later. У меня не такое мышление. Я хочу, и я это делаю. Я руководствуюсь только желанием. Единственное, что значимо, это мое ощущение. Но все остальное просто плевать. Это мышление не мужика, это мышление не человека, это философия макаки, это учение для шимпанзе. Моя давать, твоя банан. Какой же ты субъект, Арсен? Ты не субъект, Арсен. Ты раб своих желаний получается. Я руководствуюсь только желанием. Ты сам признал свою зависимость. И бесполезно гордо заявлять. Я независим. Это философское невежество. Хоть все учение Арсена Маркаряна про свободу воли и про личную ответственность, про нейробиологию. Нейробиология диктует поведение. Это паутина из противоречий, в которой он не может разобраться сам. Сейчас внимательно я объясню подробно. Эта тема крайне популярная. Вот Маркарян в подкасте говорит, что человек это заложник нейробиологии, гормонов. Те особенности нейробиологические, которые заложены, они просто делают тебя заложником своего собственного скафандра. В том же подкасте через 23 минуты он говорит ровно обратное. Я уважаю выбор окружающих. Вот в чем дело. А ты не уважаешь. Смотри, можем ли мы сказать, что лудоман сделал свой выбор быть лудоманом? А как еще мы можем это сказать? Можно сказать, что он не делал выбор. Он заложник своего скафандра. Ты сам это сказал. Гормоны... Они просто делают тебя заложником своего собственного скафандра. Да, главное с такой вот бородой про все это рассказывать, как будто ты садхуру. И похрену, что ты везде противоречишь сам себе. Похуй. И как так получается, Арсен? Ты говоришь, что выбор индивида не зависит от того, что ему чего-то не хватает? Ты думаешь, что им что-то не хватает? Они просто не выбирают. И через 5 минут ты говоришь, что недостаток тестостерона это невменяемость. Для меня все люди, у которых тестостерон ниже нормы, абсолютно невменяемые. Отлично разлепил понятие, Арсен. Вот только невменяемость это прямое следствие от несвободы. Ты думаешь, что им что-то не хватает? Они просто не выбирают. A few moments later... Человек просто не понимает, что он несет. У него мозг отравлен низким уровнем тестостерона. A few moments later... Сознание находится в заложниках у рептильного мозга. Подкастеры, вы там готовитесь вообще хотя бы час? Чтобы ловить Арсена на противоречиях, не нужно покупать ежовик из Китая. В одном подкасте он сказал, что нейробиология диктует наше поведение. Потому что нейробиология диктует поведение. В другом он говорит, что главная картина мира, воля человека, от которой все зависит напрямую. Ваши жизненные результаты напрямую зависят от ваших действий, которые напрямую диктуются вашей картиной мира. Арсен запутался, ведь если нейробиология диктует поведение... Нейробиология диктует поведение. Ты заложник своего собственного скафандра. ...то человек детерминирован. Нет никакой свободы волевого действия. Действия. Именно действия. Всему самому хорошему в вашей жизни вы обязаны действиям. Вы спросите, что здесь такое происходит и в чем же тут проблема с этой философией? Большому сожалению, Арсен не смог срастить природное влияние определения гормонами поступков. Просто делают тебя заложником своего собственного скафандра. С феноменом свободы выбора, которую мы чувствуем. Это свободный выбор. Арсен жонглирует и в нужный для него момент он смешивает две позиции. Одна из них идеализм, который постулирует ультимативную свободу выбора. Мой подход к жизни это ультимативное наделение субъектностью окружающих. Другая это чистый дарвинизм, детерминизм, когда свобода отрицается, есть только биология. Все процессы объясняю исключительно с биологической точки зрения, потому что ничего, кроме биологии, не существует. Это невежество, Арсен, ведь эти две позиции ультимативная субъектность, чистая свобода. Это ультимативное наделение субъектностью окружающих. И радикальная зависимость от гормонального. Нейробиология диктует поведение. Противополагаются друг другу. Это основа. Вот снова чистый дарвинизм, когда он утверждает, человек это заложник. А я построил такую картину мира, в которой сознание находится в заложниках у рептильного мозга. Ты заложник. А вот обратная позиция, когда Арсен вдруг заявляет, что все проблемы в жизни следствие от ваших действий. Если вы живете плохо, вы пи***с. Точка. Проблема в вас. Точка. Сейчас вот приготовьтесь, потому что вы просто не поверите, но сам Арсен сказал, что даже узники концлагерей в каком-то смысле виноваты, что туда попали. Ты слишком обесцениваешь обстоятельства. По твоей логике узники концлагерей пи***цы. В каком-то смысле да. Были же евреи, которые смогли убежать. Ты точно хорошо подумал над формулировками? В каком-то смысле да. А что бы ты, Арсен, скажи мне, вот евреям посоветовал? Тестостерон поднять? Еще раз. Если у вас недостаточно денег, недостаточно здоровья, это только ваша заслуга. Заложники скафандра, что с ебалом? Вы пи***ц. Точка. Тебя сбил пьяный депутат на зебре? Проблема в вас. Точка. Отец душил тебя в колясочке, пока ты спал? Проблема в вас. Точка. Ты заплатил 15 баксов шарлатану в Телеграме? Проблема же абсолютно не во мне. Кстати, все ролики, где он в безумно модной шапочке, это его главный курс, основа, база философии Арсена Маркаряна. У меня есть легендарный курс, это со стороны релиза. Легендарный. Ладно, вот вам еще немного философии. Судьба человека, это все-таки его выбор. И вот обратная позиция через 14 минут. Спрятаться от судьбы не вариант, и ускорить тоже не вариант. Я мог бы как-то там предположить, что Арсена двойники, но это, блядь, один эфир. Вот заявляется позиция, вся жизнь твой личный выбор в уроке номер 2. Вы должны лишить себя иллюзии того, что у вас в жизни чего-то нет, потому что у вас мало ресурсов. И вот обратная позиция, которая озвучена в уроке номер 3. Ваша проблема не в том, что вы неправильно перекладываете и собираете те ресурсы, которые вам доступны. Ваша проблема в том, что вам ресурсов не хватает. Фантастика. Я извиняюсь, кстати, я забыл, что эти легендарные эфиры нельзя критиковать. Я тебя разъебу сейчас в клочья. Вот сейчас, наверное, вы спросите, друзья, как это получилось, как все это безумие оказалось в нашем замечательном инфопространстве. И почему Арсен просто не может удержать все то, о чем он говорит. Проблема в том, что наш философ не читал Бердяева и Достоевского, и Мануила Канта не читал. Он презирает и не понимает. А как люди становятся философами? Арсен не понимает даже, что такое философия. У них тоже есть тоже философское образование. Я их философское образование, у меня я больше, чем у них философское образование. Он просто выдает и генерирует все то, что в голову приходит и выглядит буквально так. Человек с нуля выдумывает колесо. Конечно, главное уверенно звучать и убедительно подать. У меня привычка есть дурна, я очень уверенно говорю. А люди все равно не разбираются, зачем что-то читать и напрягать свои ресурсы, тренировать строгость мышления. Я по этой же причине, которую ты называешь, не прочитал ни одной философской книги в жизни. Это заметно, Маркарян. Иногда он рассуждает материалистически, а иногда суется в мистику. Я не материалист совершенно. Все это одновременно, нелепо и смешно. Материя, материя. Достаточно ли солнца? Обнимает ли тебя мать? Любовь от матери это материя, по-твоему? Материя от слова мать? Материя, материальная. Арсен всегда очень смешно пытается использовать понятия из философии. Тут все по Ленину, по диалектике. Он говорит про диалектику по Ленину, но он не понимает диалектику свободы. Поэтому боготворит свое желание, свое животное начало. А человек, по Маркаряну, должен озвереть. То есть человек должен просто озвереть для того, чтобы это началось. А вся твоя жизнь подчинена тому, чтобы никогда, ни за что, ни при каких условиях не озвереть. Он искренне считает, что свобода – это произвол. Он искренне считает, что христианская мораль – это псиоп для управления. Это псиоп, классический. По Маркаряну, существует только выгода материальная. Поэтому вам надо стать утилитарным, аморальным. У меня абсолютно нет морали, есть только утилитаризм. Все остальное – это выдумки какие-то ненужные, которые тебе мешают и могут повредить. Вот, например, толпа на улице пинает человека, ногами забивают женщину по голове. Представьте, что вот это перед вами происходит. Знакомая история, я начал с таких тем карьеру. Останьтесь ли вы безучастными или постарайтесь помочь? Представьте, вот действительно, что это настоящая толпа, Николя и Гурам. Что сделает Арсен? Когда мы наблюдаем за чужой трагедией и не вмешиваемся в нее, мы чувствуем себя преступниками и предателями. Мы прошли мимо человека, которого забивают толпой. Каждый раз, когда я проходил мимо, я это помню и чувствую себя последним говном. Но головой я понимаю, что это был правильный выбор, потому что меня бы забивали насмерть. Я понимаю, это очень сложное решение, когда это действительно толпа. Но он ведь искренне считает, что он нашел вот этот самый правильный ответ. Ты знаешь, сколько новостей в России заступился за женщину, стал инвалидом, а она даже не вышла на связь и спасибо не сказала? 9 из 10. Не будьте равнодушны, ведь лучше сделать хоть что-то, чем не сделать вообще ничего. Арсен, вы знаете, это как будто я в 17 лет, который очень настоятельно пытается всем доказать, что совесть и мораль традиции цивилизации это пустые выдумки. Обратите внимание, в современном мире исчезла совесть. Она больше не нужна. Он искренне считает, он продвигает мысль, что наш мир ужасен, что тут вот каждый человек другому человеку волк. Каждое взаимодействие каждого субъекта с каждым это только ненависть и только желание забить до смерти. Поэтому ты должен, чтобы достигать успеха, стать черствым и практичным, как сам Арсен, как Волксволл-стрит, ты должен трахать баб, ты будешь вынужден идти по головам, такой суровый реализм. Я обезображиваю те истории, которые человеку казались красивыми, но они, они правда уродские, потому что они немощным делают. Хочу тебя, Арсен, расстроить. Ты не понял, что такое человек. Ты пытаешься найти свободу, силу, счастье там, где этого не может быть. Свобода от морального закона, от принципа в пользу желания и выгоды это зависимость, а не свобода. Ты не свободным стал. Я независим. Ты стал рабом своих желаний, денег и внимания. Ты наркоманом стал. Я поехавший. Я лудоман. Раб циферок в своем канале, от которых ты зависишь. Только моя лудомания не в казике, а в подписчиках в канале, в позитивных отзывах. Хочу больше отзывов. Хочу, чтобы... Простерся, но ты никогда не будешь счастлив до конца и никого счастливым ты не сделаешь. А счастливливую, за очередь скромную плату, большое количество людей. Все. Свободен, счастлив, только тот, кто волевым усилием превозмогает все свои желания. И это бремя, это тяжесть. И только потому это достоинство. И именно достоинство приносит ощущение внутреннего счастья. А это все, Арсен. Поэтому единственное, что значимо, это мое ощущение. Но все остальное просто плевать. Это философия для паразита. Тут нет достоинства. Ты человек, которому плевать на всех, кроме себя. Какая, какая польза, какое общественное благо, какая родина, какое что? Вы знаете, бытует мнение, что маркарян инфо-цыган, который занимается продажей воздуха. Чел, я монетизирую воздух. Это неправда, господа. Он продает не воздух. Это не воздух. Это углекислый газ. Это не смысл. Это аутизм. Это подмена смысла жизни на его карикатуру. А он так и живет. У меня абсолютно нездоровая мотивация к жизни, абсолютно нездоровый смысл жизни. Я отдаюсь в этом отчет. Я это не могу изменить. Я этому подчиняюсь. Ну и, конечно же, по маркаряну вся наша жизнь просто бессмысленна. Перед лицом неминуемой смерти в принципе любая вещь бессмысленна. Сама жизнь бессмысленна. А если жизнь бессмысленна, то все, что для него имеет смысл, оно лишь в выгоде. Поэтому учение Арсена Маркаряна заточено под оправдание себя. Ему невыгодно нести за вас ответственность. Ты не понимаешь, что ответственность не на тебя, она на них. Говорящий не несет никакой ответственности за то, что делает слушающий. Никакой. Это наперсточник. Тут логика очень проста. Когда Арсену нужно БАДы продавать, он говорит про биохимию. Потому что нейробиология диктует поведение. Он говорит про личную ответственность, но вот когда ему нужно отмазаться от всех претензий, он сам ответственности не несет. Ноль ты несешь ответственности за это. Конечно, он придумал красивое, как лебедь, оправдание. Я не контролирую, что в башке у человека. Я не контролирую его призму восприятия. Но снова, снова угодил в логический капкан. Как неожиданно. В одном подкасте он сказал, что человек ответственен за то, чем управляет. Ответственность можно нести только за то, чем ты управляешь. В другом подкасте утверждал, что может управлять людьми и разбирается в их психологии. А вот почему ты думаешь, что ты разбираешься в психологии? Потому что я могу управлять людьми. А в третьем неожиданно Арсен снимает всю ответственность, ведь он не контролирует ваше сознание. Я не контролирую что в башке у человека? Я не контролирую его призму восприятия. Я все равно не несу никакой ответственности. Но как же ты не контролируешь, Арсен? Ты мастер психологии. Ты управляешь всеми. Сумасшедший брейнвошер. Потому что я могу управлять людьми. А соответственно несешь ответственность по логике, которую назвал. Ни-ка-кой. Раунд! Вы знаете, друзья, ведь я не просто так потратил целый месяц на Арсена Маркаряна. Я считаю искренне, что нам реально повезло. Нам очень сильно повезло, что лидер новой секты навыдавал столько фигни. Но в чем-то я согласен полностью. Монстров, монстров создает безнаказанность. Поэтому, Арсен, я выбираю действовать против тебя. Ты будешь вынужден ответить за все тезисы, за вбросы и противоречия. Хорошо, а если ты что-то сказал? Да. И через год понял, блядь, формулировка была кривая. Да. Что ты чувствуешь в такой момент? Радость. Я поумнел. А все пацаны такие, у-у-у, мы калеки. А у них своя голова на плечах есть? Иможинируйте теперь. Иможинируйте, что в головах у тех, кто это слушает. Самые ненадежные пары, которые быстрее всего распадаются, это лесбийские пары как раз таки. Потому что женщины иррациональная такая субстанция, то есть там нет логики вообще. Один подкастер на подкасте прямо зачитал фидбэк от офицера базы. Это комментарий от подписчика Арсена. Как-то относишься к тому, что люди приходят к такому мнению. Арсен, вот сижу я тут месяц почти в твоем канале, посмотрел твои ролики, частично слушаю аудио твои в сухом остатке, считываю это так. Женщина стала воспринимать просто как вещь. Вот прям просто тупо осип, который надо таскать, пресекать и не дай бог слово скажет сразу выкидывать даже не церемониться. Это ок. Неудивительно. И вот ответ Арсена на то, что его офицер воспринимает женщину как вещь. С абсолютным большинством неадекватных женщин это единственная адекватная с точки зрения собственной безопасности позиция. О господи, я понимаю к этому моменту зритель может быть шокирован. Вы спросите, как это получилось? 55 тысяч человек, напоминаю, платит по 15 долларов за это все. Я возвращаю вас ваше природное состояние творца. Вопрос, откуда этот интерес сейчас и почему возникла эта философия? Кто этот человек, который производит эти упражнения для саморазвращения? Я даю человеку настолько радикально больше, чем он заплатил, чтобы у него съехала крыша. А биография Арсена Маркаряна, надо сказать, которую он сам публично рассказал, очень о многом говорит. Вырастите человеком недолюбленным. Недогретым. Я просто профессионально жертвой себя чувствовал. Я не рассчитывал услышать ничего другого. Он проходил через лишение унижения. Буллинг, хуюлинг, понятное дело, какой был от одноклассников. И от меня всегда отмахивались. Отмахивались родители, отмахивались в школе. Насмешки в школе друзей, которых не было. Парень, которого, про которого говорили тот стрёмный чувак с кроссовками изношенными. Представьте маленький Арсен, карикатурно толстый. Я был карикатурно толстым. Избалованный ребенок, который жил в Самаре в очень сложной атмосфере. Меня били в школе. Арсена избивали одноклассники. Меня били по дороге в школу. А дома маленького Маркаряна избивал Армен. Брат меня тогда не поддерживал. Это старший брат Арсена, который на него теперь работает. А в чем еще прикол? Я жил с братом в одной комнате. У меня в своей комнате не было. Постоянное сравнение. Вот у меня был старший брат, он идеал, он лучший. Успеха с девушками не было. Причины вышеперечислены. Я вообще не нравился девушкам. Абсолютно не нравился. В 16 лет Арсен впервые испытал предательство. Его любимая ушла к другому и написала длинное письмо, которое он запомнил наизусть. В 16 лет со мной произошел трагический романтический опыт, после которого я абсолютный dead inside. Я очень эмпатичный человек. Ну, правда, очень эмпатичный. И это все, конечно, очень грустно. Но, пацаны, вас не смущает ничего? У меня вся моя душа осталась там, когда мне было 16 лет. Вас не смущает, что движением, вот этой базой, вашей психикой руководит чужой рессентимент? Я не понимаю, зачем любить кого-то, кто может тебя ранить? Я мог бы уточнить, конечно, ты уверен, Маркарян, что стоит управлять сообществом, когда ты нездоров психически? У меня биполярное расстройство. Я всю жизнь живу и постоянно себя спрашиваю. Я не выпал в маниакал? Ну, это абсолютно бесполезно. Он сам сказал, что совесть кончилась. Ну, и, конечно же, огромное количество людей используют свои же психотравмы. Я ношу в себе определенную долю сумасшествия. Как топливо для достижения. Бизнесмены — это очень часто психопаты, которые не в состоянии и не хотят что-либо поменять. Они, естественно, боятся, что с долей сумасшествия уйдет успех. Особенность психотерапии, реальной психотерапии, в том, что она ломает человека. Другой вопрос, что этот человек, Арсен, свой собственный успех связал с попыткой научить других людей. И вот вопрос. Ребята, пацаны, ну неужели вам нужна еще какая-то характеристика? Глубочайший болезненный человек. Я шизик, я психик. Очень тревожный человек. Я поехавший. Я лютый СДВГ, полный отморозок, у которого нету никаких социальных тормозов. СДВГ, абсцессивно-компульсивное расстройство, пограничное расстройство личности. Шизоид, небонат. Абсолютный дегенерат. Я страшный садист. У меня очень много злости в течение дня. Я обожаю людям делать больно. Я наглухо поехавший. То есть я совершенно не способен получать удовольствие от реальности как таковой. Но шиз не шиз, а слушать будете стоя. Ребята, все в порядке, точно. Тревожность, неудовлетворенность и неконтролируемая злость – это последствия того, что самого Арсена отрицали. Даже в семье его воспринимали свысока. Я говорю, ты вообще, ты так ведешь себя с собой, как будто я ничтожество. Он вот так вот поворачивается, сигарет, и говорит, а кто ты? Я так охуел. Что происходит в таком случае? Это общая картина жизни для учредителей движений наподобие маркарианизма. Сначала это вызывает разочарование, обиду и резентимент. Слабый упрекает сильного в том, что он сильный. Все правильно, Арсен. На первой стадии – это желание разрушить этот мир. Он все эти этапы проходил. Это желание разрушить мир в ответ на то, что делали с тобой. Хотел, чтобы мир горел просто. Вот я запускал эфир, и я хотел, чтобы у людей всеми разрушались, все разводились. Потом, как только что-то получилось, ты захотел им овладеть, перевернуть вверх дном, как ты писал. На самом деле, в базе надо находиться просто для того, чтобы видеть, как братва рвется к власти. Теперь он хочет управлять, он хочет перестроить всю вселенную и замкнуть ее на самого себя. У нас будет своя бомба, и мир тогда изменится. Поймите психологию, он хочет это сделать, это неминуемо произойдет, чтоб никогда не повторились те эмоции из детства. Иди отсюда, иди отсюда. Это психология всех уязвленных лидеров сектантского движения. Дайте мне пульт от управления. Я вам сейчас такое все настрою, вы охуеете. Рай на земле. Рай там покажется вам не таким хорошим, как я вам организую. Это ведь не шутки. Я говорю, нам повезло. Это серьезное желание, поданное в виде шутки. Арсен все говорит в лицо. Знаешь, это мета-ирония, когда это все в шутку, но при этом это вправду. Желание Арсена Маркаряна не научить. Его желание владеть и продавать неважно что, миноксидил, сиалис или бутират. Он хочет получить влияние над вами. Был бы человек, гуру найдется. Почему не я тогда? Мы приближаемся к концу, и я позволю небольшое отступление, ведь я прекрасно понимаю, как, почему, когда все эти персонажи проявляются и начинают действовать. 99% людей это абсолютные животные, которых можно триггерить на любую деятельность, буквально одну-две струны вот так вот задев. Вы знаете, что сейчас технологично людям можно впарить что угодно. Момент для секты идеальный. Здесь, сейчас. Сартер написал, я приводил эту цитату много раз и лучше не сказал никто. У каждого внутри дыра размером с Бога. Каждый человек в критический момент, когда все сыпется, ломается ориентир. Живая вера в Бога больше не вставляет. Идея государства разрушается. Старается заполнить эту дыру, чем попало. Я в какой-то момент потерялся по жизни и не понимал, что я делаю не так. А человек, как социальный организм, не может находиться вне идеологии. Человек, в принципе, не запрограммирован как существо, не находящееся в рамках какой-то идеологии. Арсен прекрасно это понимает. С падением СССР и секты коммунистов, таких как Маркарян, к нам столько прилетело. Мунисты и свидетели Еговы. Кашпировский, Горбовой, Алан Чумак, который воду заряжал по телевизору. По телевизору, по первому каналу было это, представляете? Ну вот, сегодня сеанс закончен. С крушением идеи коммунизма появилась идеология и слово пацана я разбирал в отдельном ролике очень подробно эту дворовую секту и ее иерархию. Арсен в отсутствии авторитетов, когда все пык-шмык и не знают, где найти вот этот смысл. Буквально говорит я твой авторитет. Я знаю как, я понял жизнь. Не переживайте ни о чем. Вокруг одни NPC. Смерти нет. Мы вечные. Ты не один. Смотри по сторонам. Это твои друзья. Товарищи офицеры, звук. Я дам тебе твой смысл. Расслабься, слушайся меня. Слава Макарону. Слава. Офицерам. Базы. Мы разберем эти приемы. Это классика манипуляции сознания. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Я фразу не слышу. Закем будет победа? Победа. Я не слышу. Победа. Встали и сказали. Я не слышу. Победа. Вот сейчас слышу. Конечно же для вас, для тех, кто смотрит этот ролик, все это может выглядеть безумно. Но не надо удивляться. Сейчас все в мире подготовлено для появления блиновских маркарянов. Просто зайдите в инстаграм. Здесь говорят про карму, здесь про энергетику. Одна блатная фея вам расскажет про вселенную, про чакры кто-нибудь еще, про матрицу Сюцай, про икигай, про побуждение кундалини. А маркарян раскроет тайну жизни и познания как самая крутая обезьяна. Не через меня прошиться и выжить невозможно. Объясняю почему. До маркаряна ваша жизнь была конечно же ужасна, а вы занимались хуйней. А вы биологически дефектны, без добавок от Арсена. Биологический механизм проёбан. До базы вы не знали и не понимали ничего. У вас вся башка забита говном. И главное сейчас просто смотреть и подчиняться. А ответственность слушающего в том, чтобы не выёбываться. Конечно вашу карту мира, все убеждения, мировоззрения нужно переделать срочно. Срочно вам нужно перестраиваться. Это вообще. Вас обманули всех, вас всех обманывали в школе, в институте, на работе. Это классический посыл. Три самые важные мысли, которые помогли тебе в жизни. Что всё обман, вообще всё. Всё направлено, чтобы тебя убить. Его пытаются внедрить в первую очередь в любой возможной секции. Ну назови вот одну вещь, которую не обманули, не на**али, с детства. Обманули вас учителя, родители вас обманули. Моё любимое грузинское блюдо обманули. И в государстве, и с историей вас обманули, и вас обманывали девушки. А может быть, всё остальное также обманывают? И лучший выход предлагается в конце пламенной речи. Конечно, это изоляция в своём кругу. Конечно, это изоляция на том спасительном ковчеге, который возглавляет лидер секты. Я с кайфом могу большие социальные изменения сделать. Свой проект я воспринимаю как русский ковчег. И всё, что делает Арсен, вся его деятельность направлена на то, чтобы попытаться изолировать людей в каком-то месте под названием «Нова Макарония». Центром моей игры является «Нова Макарония», её приближение. Вот этот остров — это место, где человек может раскрыть все свои сильные стороны и быть принятым таким, какой он есть. Ага, и каждый раз одна и та же схема, и каждый раз очередные люди попадаются. Вот даже блогера. Димон, ты-то куда? Этот остров — это эко-хай-тек. Поплыл. Я не хочу пугать, но иногда это кончается не очень. Это кончается предельным подавлением сознания, когда ковчег достроен и уплыл куда-нибудь в Гаяну. Должен быть полный отказ от поглощения современного кино, полный отказ от поглощения современной музыки, полный отказ от просмотра спорта и новостей. То есть ты можешь там пять тысяч человек поселить в горах, и никто никогда в жизни не узнает, что вы там живете. Народный храм. Ноябрь 78-го года. Потрясение для мира. Десятки, сотни, почти тысяча адептов секты под названием «Народный храм» синхронно приняли так называемый «ликсир». Они прекрасно знали, что там яд, и выпили его, послушно подчиняясь лидеру. Джим Джонс, начальник, лидер секты, строил идеальный город в местечке под названием Гаяна. Он называл себя реинкарнацией Христа и наслаждался каждый день доступным сексом. Пока Джим Джонс в конце 80-х не расстрелял приехавшего комиссара из Америки. После чего раздал «ликсир» и совершил русскомнадзор. Кто-то сбежал, но остальные добровольно приняли смертельный яд. Ветвь Давида. Спустя 15 лет весь мир узнал название другой сектантской группы. Ветвь Давида. Привычная структура, диктатура поведения и лидер Дэвид Кореш. Он объявил, что скоро будет апокалипсис, поэтому все женщины, адепты секты – это его собственность. Закончилась история трагичная. Полиция приехала, призвала сдать оружие. В ответ на что сам Дэвид Кореш взорвал всю штаб-квартиру. В ней погибли больше сотни человек. Храм Солнца. Большинство людей, что примечательно, принадлежало к представителям высшего класса. Лидер, вожак, швейцар, вальяжный Люк Жаре дал свой сигнал, и люди в двух швейцарских деревушках синхронно приняли котики и совершили… На протяжении многих месяцев я лично разрабатывал одну из сект, ее название «АЛЛАТРА». Меня даже пытались вербовать, вы не поверите, после чего я прочитал несколько книг про сектоведение. Интересуюсь искренне, по-настоящему, одним вопросом. Как же получается, что миллионы, сотни миллионов человек впадают в некое беспамятство? Во имя Иисуса Божия, пусть приходит это просто желание, это решение! Так получается, что сотни человек боготворят очередного лидера, читают странную литературу и жертвуют последние на благо очень сомнительной религиозной группы, считая искренне, что им там очень сильно помогают. Я призываю, вот не надо думать, что это где-то там. Да, в нашем мире существуют тысячи не только тайных, а вполне публичных культов, в том числе коммерческих, без налета религиозности и оккультизма. Хотя в итоге там всегда эти моменты можно откопать. Дальше мы переходим к следующему упражнению. Юнивер, Гербалаев, Синтон, Тенториум, Ипсун, Амвэй, например, Лайф Спринг. И примечательно, всегда, конечно же, всегда адепты этих культов будут говорить о выгоде, о пользе. Никто не будет признавать, что это ложь, попытка выдавить все соки, в том числе материальные. Оккульты очень часто надевают камуфляж. Вот, например, Новая Акрополь представляется обычной философской школой. Просто сайт, усваиваем знания. Только потом в Новом Акрополе случайный человек проникнет в тайный круг, узнав, что это крайне правая военизированная оккультная компания. Поверьте, каждая из группировок, мормоны и свидетели Иеговы, вначале зазывали очень привлекательно, пытаясь спрятаться за лозунгом. Свобода, сила, счастье, улучшение, апгрейд. Вот, как пример, саентология. Это секта исполинского размера. 3,5 миллиарда долларов чистых доходов в год. Если вы в саентологии, то без остатка. Они одно здесь, другой там. Это убийство, кражи, это подавление людей. Уходите, покиньте мою собственность. Моя жена порвала со мной. Моя дочка, мой сын, мой брат, моя сестра. Учение Рун Хаббарда гласит, что в каждом человеке существуют тетаны. Это такие злые духи. В них причина всех неврозов, страхов и тревог. И с помощью сеансов этого прибора их надо отыскать и вычистить. Саентология – это, по сути своей, путешествие по разуму Хаббарда. Людей тестировали до и после саентологического процессинга. И у всех поголовно повысился IQ. Казалось бы, звучит как полный бред. Но Джон Траволта и Том Круз, а также миллионы, миллионы самых разных образованных американцев, богатых бизнесменов и политиков являются адептами саентологии. Я не знаю других членов групп, чьи цели были бы так чисты. Том Круз вот так вот честь отдал портрету Рона Хаббарда. За ЛРХ. Миллионер, куча советников. Что говорить про наших пацанов? Кавалером медали свободы за доблесть становится Том Круз. Назвать себя саентологом – привилегия. Ее нужно заслужить. Саентолог – это тот, кто смотрит на мир и видит всю его сущность. Это безумие, друзья, это безумие. Да, я встречал всяких. Но с вами, капитан, нам очень повезло. Спасибо вам. Конечно, Маркаряну далеко до Рона Хаббарда и Джима Джонса. Мы застали гуру в первой стадии создания иерархии. Вот это я. Но он, надо сказать, неплохо развивается. Мало людей, возможно, практически нет, которые смогут это оценить. Хотелось бы, чтобы Мавродий был жив. Вот он бы оценил скайпом. Та степень зомбирования, которая у меня есть над людьми, я могу сейчас выпустить курс, отрасти третье яйцо, и 20 тысяч человек зайдет в курс ценой 100 тысяч рублей, продадут своих детей, матерей. Но сам Арсен, конечно, не считает, что создал какую-то организацию по типу секты. Он пытается найти, придумать некое определение. То, что я делаю – это просто монетизируемая субкультура. Арсен пытается куда-то увильнуть, как-то отбить все эти очевидные претензии. Понимаете, меня постоянно упрекают, что у меня секта. И это получается крайне хреново. Давайте разберем. Он говорит, ну что такое секта? Это когда затягивают внутрь и запрещают выйти. То есть, никто внутрь не затягивает, никто не запрещает выйти. У нас секта нет. Принуждение к вступлению и угроза, или нанесение даже вреда за выход. Это совсем не обязательно, Арсен. Любая секта создает систему импульсов. Это зависимость. Любая секта говорит, мы не секта, мы создаем реальный результат. Вот посмотрите, радуем людей. Эти заявления – абсолютная, полная чепуха. Абсолютная, полная чепуха. Человек добровольно из месяца в месяц платит на тысячу рублей. Пистолета у виска нет. Это любимый аргумент, который вы услышите в любой доступной секте. А саентология помогает людям помогать себе, чтобы они научились понимать Бога. Посмотрите, все довольны. Я думаю, все как один сказали бы, вы чё, мы здесь добровольно, нам нравится жить в таких условиях. Каким образом это обесценивает тот позитивный импакт, который я даю людям? В чём же проблема? Проблема только в том, что вашу язву, вашу боль внутри пытаются закинуть дешёвым обейсболлом. Сектанское лечение – самообман. Это псиоп. Это морфин. И вы подсядете и свяжете свою единственную жизнь вот с этим бородатым мужиком, который сам не понимает, что он говорит. Макарон сказал с крыши, я прыгнул. И сальто ещё сделал двойное, ещё честь отдал ему в полёте. Я понимаю, господа, очень приятно думать, что не надо думать, что всё уже подумано за вас, про женщины, про жизнь, про отношения. Что дарит им кайф выше наркотического. Думать не надо, он уже подумал за нас. Когда ты во что-то веришь, самостоятельно думать не обязательно. Я понимаю, что гораздо легче думать, что проблема где-то здесь, проблема в бабах. Какая же прекрасная освободительная мысль. И моментально наступает облегчение. Постоянно я встречаю комментарии, блять, зачем я перестал смотреть. Я только отключаюсь от этого эгрегора, у меня сразу просадка. Мы так прочно в этом увязли, что вырваться уже было невозможно. Это зависимость от лидера, ну, кстати, очень характерная черта, когда участники считают лидера мудрейшим, его учение бесценным. Я снимаю слой дерьма, который был нанесён. Его взгляды не приняты социумом вообще. Потому что за всем этим, за всей этой бравадой на самом деле стоит истина. В чём стоит истина? В чём она? В том, что он говорит. Там каждое слово абсолютное, но запретная правда. Заранее отвечу на вопросы. Конечно же, друзья, я не уверен точно, что вот сам Арсен врубается действительно, что что-то создаёт. Обычно это получается нативно. Вот 17 признаков тоталитарных сект, которые опубликованы правительством Германии. Маркарианизм, как он назвал своё учение, подходит полностью под все 17 пунктов. Мы имеем дело не просто с инфокурсом, а как поднять тестостерон. Ну и, конечно же, прямо сейчас я это покажу наглядно. Вот они. В сектантской группе ты найдёшь всё то, что до сих пор искал. Там знают всё, чего тебе так не хватает. Я понимаю драматургию жизни. Я её чувствую. Я возвращаю вас ваше природное состояние Творца. Тебе откроют новый взгляд на вещи с первой встречи. Просто говорю, как улучшить свою жизнь. Мировоззрение, ну, очень просто может объяснить любую сложность и проблему. Кто из нас сегодня рассказывает, как жизнь встроена? Я или ты? Вступившему безумно трудно описать, составить точную характеристику движения. Я ему обещаю только одно. В этом канале что-то будет. У группы есть учитель, медиум или наставник. Есть великий святой вождь. Наставник точно знает истину. Он непререкаемый авторитет. Я заявил, тебе показалось, что это белиберда. Прошло время, и ты такой, он был прав. Ты должен стать участником немедленно. И твои соседи будут в базе, и твои друзья, и твои начальники. Традиционная наука и образование ошибочные, даже губительные. Просто показываю, каким именно образом школа мешает тебе до сих пор жить. Все государства отвергаются. Везде обман. Я не признаю никакое государство легитимным, а может быть все остальное также обманывают. Вся критика со стороны других людей упоминается как доказательство ее священной правоты. И этот тест, кстати, на адекватного человека. Если человеку не нравится это видео, это значит, что он вообще в принципе не открыт к правде. Руководство группы может прописать полиаморию или наоборот пропишет воздержание от секса. Мы вместе с Дмитрием Александровичем, вот так я тебе скажу, полиаморию исповедуем. Движение старается создать особенный словарь. Язык, понятный только избранным. Лучше дочь в сауне, чем сын нормис. Это элита. В группе собраны избранники судьбы. Миллионеры. Лучшие из лучших. Горстка повстанцев-сопротивленцев. Все остальное человечество потеряно. Оно отвергло группу и поэтому обречено. Будущего там нету. Мне там делать нечего. Меня там не ждут. И мне там жить не дадут. Наш мир гораздо страшнее, чем мир берсерка. Конечно, только эта группа знает, как спасти людей. Группа желает, чтобы ты быстрее разорвал все старые плохие отношения. Они препятствуют тебе. У нас сейчас слушают предприниматели. Молодые ребята тоже хотят вступить в отношения. Ошибка. Тотальная ошибка. Если человек задумал сомневаться, что обещанный успех придет, то виноват всегда кажется он сам, поскольку попросту не захотел впустить в себя все знания. Эфир не может быть плохим. Не через меня прошиться и выжить невозможно. Объясняю почему. Без группы очень сложно оставаться одному. Ты должен чувствовать присутствие. Блять, зачем я перестал смотреть? Я только отключаюсь от этого эгрегора. У меня сразу просадка. Люди говорят, я больше не выйду из базы. Дуй его к черту. Дуй его к черту. Конечно, первое желание Арсена, как мне кажется, будет желание обвинить меня в ответ. Нет, сказать, что этот Соболев просто выдернул слова из общего контекста. Да меня просто вырывают из контекста. Не смотрите, если я вам не нравлюсь. Я думаю, что та работа, тот масштаб и то обилие примеров и цитат помогут вам не обмануться и понять, что перед нами вождь сектантской группы. Начинает у вас пазл складываться? Быть может, это только самое начало. Конечно, это только самое начало. Он сам об этом говорит. Это начало, начало, начало. Я не сомневаюсь, он использует любые способы, чтобы увеличить и максимизировать свое влияние, ну и, конечно же, поднять бабла. Вокруг обогащения построены буквально все подобные движения. И это не смешные шутки, это психология Арсена Маркаряна. Братва рвется к власти. У вас денег нет. Какая тебе еще идея нужна? Бабки зарабатывать, блядь? Все упирается в деньги. Кто бы мог подумать, блядь? Возможно, я рискну предположить, что после выпуска, после дебатов, с которых он, скорее всего, сольется, он будет сдержанней болтать. Но он не остановится и будет представлять опасность для ваших убеждений и самых святых. Говорят, что мстить – это низко и выше этого, любят люди, которые не могут физически это сделать. Нормальный, свободный человек всегда мстит. И с каждым годом Маркарян, конечно, будет становиться мстительнее и агрессивнее по отношению к случайным людям, которые попали под руку великого вождя. Вот сейчас в Дубае ко мне подошел какой-то придурок, подходит издалека, говорит, о, я смотрю твои видео, такое интересное, там еще что-то. Говорю, окей, окей, окей. Говорит, а как тебя зовут? Я вот лучшее, что мог сделать, я вот так вот показываю. Говорю, я еще разговаривал с другим, иди отсюда. Лет пять назад я бы его вырубил. Признаться честно, будет очень интересно последить, что будет дальше. Скорее всего, Арсен раздуется как дирижабль и будет добавлять эзотерический контекст. Ну вот сейчас я вызываю Маркаряна на дебаты, ты можешь выступить, ты можешь оправдать свое учение, но я хочу, чтобы ты знал. Я на твоем фоне господь пух. Я половину материала не использовал, но мой разбор это уже. Это мировое наследие ЮНЕСКО международное. Тебя никто не оскорблял, прошу выйти на связь, Арсен, здесь все как ты просил, ты сам это просил. Бросаю вызов всем, подавите меня, победите меня, уничтожьте меня. А вас прошу распространить, поставить лайк и подписаться на канал. Пока! Думайте!